На каком этапе строительство школы аула Гюриль-де-Ук? Когда будет сдан объект в эксплуатацию? Выполняются ли все требования на участки? Все эти и другие вопросы были адресованы главой республики, строителям во время рабочей поездки в Уйджигутинский район. Смотрите подробности. По первоначальному проекту она была приедена к старой школе. Это было бы совсем не то. А тут уже проект переделали, тут совсем уже другая картина. То есть, всё, что не делается, всё круто. Новую современную школу возводят на месте старой. Это решение было принято главой региона после встречи с жителями аула Гюриль-де-Ук. Само строительство стартовало в начале июня 2020 года. Здание в два этажа. Чтобы уложиться в сроки, строители стараются выполнять работу ускоренно. Но про качество здесь никто не забывает. Работы ведутся безостановочно, максимально быстро, насколько возможно. Но будем стараться выполнить все работы как можно раньше. Сейчас строители перекрывают второй этаж основного здания. Параллельно производится кирпичная кладка в помещении спортзала. Проводится монтаж инженерных наружных сетей. В общей сложности на стройке работают пять бригад. Каменщики, электрики и специалисты для внутренних работ. А также сантехники по установке необходимого оборудования. Нестерпением жду, пока нашу школу достроят. Думаю, что все надеются, что в этом году уже школа достроится. Конечно, единого ответа, какой должна быть школа, нет. Но есть разработанные стандарты по ее возведению, где ребенок будет проводить время с удовольствием. Играть, учиться и развиваться. Ну, вот же устройство, оборудование уже значимое. Да, конечно. В том числе, я так понимаю, наводненная и школьная мебель, да? Да, оборудование здесь предусмотрено в рамках этого проекта. Спортзал, пищевую и оборудование пищеблока. Новое здание строится по современному проекту на 165 ученических мест. Вся школьная инфраструктура предусмотрена. Учебные классы, актовый зал с большой вместимостью, библиотека и столовая. В школьном дворе планируют установить игровую и спортивные площадки. Строительство школы идет достаточно быстрыми темпами. По плану ее должны сдать к концу года. Готовность уже около 50%. В качестве работ вопросов нет. Все делается красиво, быстро, эффективно. Чтобы школа была не просто большой, но и комфортной для будущих учеников и преподавателей. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Джигутинский район.